Есть один нюанс. Большинство псевдо-Р-квадратов по сравнению с оригинальным Р-квадратом. Мы видим, что в нашей таблице классификации в среднем 85,7% правильных прогнозов. Почему же на гелькерке гораздо ниже долю показывают? Потому что псевдо-Р-квадраты ориентированы прежде всего на наименее наполненную категорию, на качество предсказания наименее наполненной категории. В нашем случае категория ЕС гораздо реже встречается, чем категория НОЛ. И прогнозируется она гораздо хуже. Как раз качество прогноза прежде всего по этой категории и показывает псевдо-Р-квадрат на гелькерке. К чему такой нюанс? Дело в том, что если делать прогноз модальной категории Y, то есть наиболее часто встречающейся, в нашем случае это НОЛ, то можно вообще не пользоваться никакими регрессионными моделями, и вообще математическими моделями практически нет нужды пользоваться. Можно, если у нас выборка репрезентативна, прогнозировать значение для генеральной совокупности просто по моде. То есть, зная, что условно на выборке у нас 0,8 доли тех, кто не состоит в профсоюзе, можно выбрать любого европейца, то есть представителя генеральной совокупности, и делать прогноз смело, что он не состоит в профсоюзе. И при таком модальном прогнозе ошибок будет 20%, а правильных прогнозов 80%, без всякой регрессионной модели. Задача логистической регрессии как раз в том, чтобы найти сочетание предикторов или регрессоров, которые предсказывают реже встречающуюся категорию, в нашем случае категорию ЕС. Таким образом, с точки зрения прогнозической силы, можно считать нашу модель удовлетворительной. Однако, мы еще не можем приступать к ее интерпретации, потому что надо проверить ее качество по другим характеристикам. А именно, прежде всего, надо проверить ее устойчивость, вымаскедостичность, несмещенность.